Дорогой Небесный Отец 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 И я думаю, что это актуально как раз сегодня читать, посмотреть, что происходит вокруг нас. И Павел говорил Тимофею о последних временах. И наставлял этого парня, потому что парень тоже еще не крепок был, может быть, в мире, потому что, помните, он говорит, будь воином, перестань ныть, плакать, давай научись рваться вперед, а не расслабляться. И вот как бы это такое время, где нам нельзя расслабляться, нам нужно двигаться. И поэтому Павел также Тимофею говорит, вникай в себя, учение, занимайся этим постоянно, вникай. Что Господь показывает нам в Писании? Чему Он хочет научить нас через все Писание, показывая историю наших прорцов, нашего народа, и все эти вещи, чтобы мы видели, начали понимать, где они поступали по плоти, а где по духу, как говорится. И также Павел говорит, все Писание Богодухновенное полезно для наставления, для научения. И название моей проповеди, такая необычная, может быть, проповедь, она называется «Куда бедному крестьянину податься?». Помните этот фильм в свадьбе у Малиновки, когда, он говорит, белые приходят грабить, красные приходят грабить, «Куда бедному крестьянину податься?». Крестьянину или крестьянину? Крестьянину. Ну, тут можно и крестьянину добавить. И о чем это говорит? Это как бы моя проповедь сегодня именно о душе, о том состоянии, когда у нас происходит вот эта война внутренняя. И это не простая часть, как бы, человека, о которой до сих пор идут даже, может быть, споры, и непонимания, и психологи. Я думаю, что это такая часть, которая еще не совсем понимаемая. Хотя есть что-то общее в тех спорах, которые происходят и между религиозными, и наукой, и психологами. Ну, короче говоря, ну, мы знаем, что душа есть везде, где есть жизнь. Правильно? И в нас есть душа. Это наш и разум, и эмоции, и воля наша. И в то же время она есть и в животных, и в растениях, потому что это все живое, Бог так устроил. Но именно как бы в человеке есть что-то такое, что душа играет какую-то особенную роль в нашей жизни. И вот как-то был случай, что вот у нас кошка умерла. И Хая спрашивает, пап, она так любила, плакала, рыдала за эту кошку, и говорит, пап, а когда мы, человек, когда я умру, я вот встречусь с ней. Вы знаете, я как-то вначале растерялся, а потом говорю, ну, наверное, потому что в Исаии есть местописание, где там будет и житие ягненок со львом, там и волы, и все такое. Думаю, ну, наверное, что-то в этом есть пока. Поэтому я говорю, я не могу об этом говорить. Вы знаете, ее это как-то успокоило. И в иудаизме, что душа, она как бы, как мы читаем вот в бытие во второй главе, «И создал Господь Бог человека, и с праха земного мой вдунул его, в лицо его дыхание жизни, нишмат хаим». И дальше написано, «И стал человек душою живою». Ленефиш хая. То есть такое ощущение, что как будто душа, она на каких-то еще подразделяется на какие-то вещи, и каждый уровень как бы отвечает за свое. И на самом деле как бы такое есть. В еврейских говорят и нишама, дыхание жизни, и нефиш душа, и то душа, и эта душа, и где-то даже писто, руах, тоже душа. И все это как бы не всегда можно разобраться в этом. Я думаю, может быть, я не буду вникать в эти теологические какие-то вопросы. Я хочу просто поговорить о взаимоотношениях. Поэтому мы видим в Торе эти вещи, как Бог сотворил человека, совершенного, с прекрасным, удивительным разумом на 100%, с его волей и чувствами. И это все было обречено к тому, что он слушал Бога, прислушивался к Нему. Ну, пришел тот, который обманул Сатан и увел их в сторону. И как бы то начало, доброе начало, которое Бог вложил в Ецер Ара, в Ецер Атов, который хороший начало. И в то же время в человеке было там спрятанное Ецер Ара. Для чего? Для того, чтобы человек мог выбирать. И все-таки Сатан обманул человек, и пал человек в грех, и начала приходить деградация. И вот, и при всем том, мы видим, что Ешо пришел на эту землю не просто так что-то совершить, но чтобы на самом деле через свою жертву помочь нам изменить свое внутреннее состояние. Чтобы мы могли иметь ориентацию, правильно двигаться, правильно прислушиваться. Как вот Макс сказал о том, что Яков как бы в 40 лет, он имел знание, он имел разум, но имел знание о Боге на уровне, может быть, разума. Потому что дедушка Авраам его учил, и отец Исаак его учил чему-то, рассказывали о чем-то. Но встреча у него вот как-то произошла вот именно там, на определенном месте. И как бы Бог являет нам свои встречи на определенном месте. И каждый, независимо от возраста, мы каким-то образом встретились с тем, что жили без Бога, хотя слышали о Боге, знали что-то, кто-то знал о Боге. Но что-то произошло, когда мы встретились с Богом. Что-то внутри у нас перевернулось. Но еще было не совсем порядок внутри нас. Потому что оставалась еще и греховная натура, как бы плоть, которая тянула нас к таким вещам, которые нам нравятся. И поэтому Дух Святой дан помощь нам, чтобы на самом деле справиться с какими-то такими вещами, измениться, научиться двигаться по Божьему пути, по Его инструкции, и уметь управлять плотью. И вот душа как бы между Духом и плотью, и мы читаем в этом, в Галатах, если вы помните. Павел пишет о делах плоти, о проявлении плода Духа. И я думаю, может быть нам... Давайте прочитаем все-таки. Галатам 5 главу. Я думаю, я справлюсь. Я не говорю, что я вам дам какие-то там направления, я просто расскажу о тех вещах, которые происходят в нас, во мне особенно, как Бог помогал мне. И не какие-то ответы на какие-то вопросы, а толчок в разбирательстве самим себе. 5 глава Галатам. Давайте 16 стиха почитаем. Даже я хотел бы с 13 стиха. К свободе призваны мы, братья, только бы свобода у вас не была поводом к угождению плотью, но любовью служите друг друга. Ибо весь закон в одном слове заключается люби ближнего твоего, как самого себя. Если друг друга угрызаем и съедаем, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять возделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делайте, что хотели бы. Представляете, дух с плотью воюет, а душа как бы посередине, как бы, куда мне податься. Но в то же время, когда мы приходим к Иисусу, что-то Бог дает нам понимание, как нам на самом деле справляться, чтобы наша душа, она была направлена не на плоть, которая мешает нам, которая разрушает нас, а направлена к духу. И тут он говорит, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодяния, блудни, чистота, непотрезство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распирь, разогласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть еще можно перечислять и перечислять. Предваряю вас и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. И плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпление, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. И тут написано, но те, которые от Мессии распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу поступать должны. И как бы, придя к Ишу, мы начинаем читать Писание, мы начинаем понимать, Дух Святой, вот именно он так вот двигается. И что он не делает зло, он делает добро. О чем мы читаем? Что это любовь, радость, мир, это свобода другого направления. Не так, как некоторые говорят, что я свободен. Я могу свободно погулять, хочу выпью, хочу не выпью. Я даже среди верующих встречал, что говорят, да это не грех, он живет, допустим, живет один. А иногда позволяет себе переспать, женщина говорит, ну что, у меня же есть потребность, я же не всегда это делаю. И как бы, люди пытаются среди верующих, себя каким-то прикрывать или оправдывать. Когда идет оправдание, тоже говорит, что ты уже смотришь не на Бога, не на его дух, на плоть. Потому что я, смотря вот так вокруг и в нашей общине, и вообще по тому времени, сколько я был верующим, наблюдая за людьми, верующими и неверующими, я начал присматриваться, почему у людей вот такая реакция на ту или иную ситуацию. Почему, допустим, у меня жена реагирует на то или иное, не так, как бы я хотел. И как вот с этим справляться. И вот проблема в наших душах, это, то есть мы руководствуемся плотским разумом, все и делаем по, говоря, вот я сильный человек, я волевой человек, я хочу, могу бросить курить, могу нет, могу выпить и могу нет. Ну и как бы, ну есть такие волевые люди, есть волевые люди, которые могут заставить себя заниматься спортом, правильно питаться и все, но при этом они не делают зла, но при всем этом они все равно живут как бы по плоти. Но вот эти страстные вещи, злые, они идут от кого? От того, чтобы кто-то нас толкает на эти вещи через наш разум, через наше сердце, почему Писание говорит, больше всего храни сердце свое. И эти отношения, которые происходят между людьми и то, что происходит у нас верующих, что мешает в этих отношениях в семье, с друг с другом, на работе, и даже с неверующими людьми. И поэтому сегодня мир наполнен как бы вот такими тревогами, беспорядками. А какой порядок в душе моей? Какой порядок в твоей душе? Мы можем навести порядок в доме, помыть, везде навести порядок, на своем рабочем где-то столе, где-то порядок может быть еще где-то в машине, ты ее постоянно моешь, она у тебя чистенькая все. Но какое состояние вот здесь внутри? Какое состояние нашей души? А наша душа сегодня как расстроенный инструмент. она звучит как-то так, что неприятно слышать. И кто может настроить этот инструмент? Только Бог. У нас еще есть настройщик в раме, он может настроить где-то клапаном, колок заменить, который там прокручивает, приклеить, настроить струны, это так, я в шутку. Но по крайней мере, смотря на те вещи, которые происходят в нашей жизни, если мы полагаемся на Бога, тогда вот этот гнев, раздражительность, разногласия, споры, зависть, все это начинает постепенно у нас уходить, и приходит, Господь начинает помогать нам настраивать эти Духом Святым наши, нашу душу как инструмент жизни. И у нас есть учиться, возможность учиться через Слово. И Писание говорит, ибо Слово Божье живо и действенно и острее Евреям 4 глава 12 стих. Я думаю, многие места Писания вы эти знаете. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюд острого. Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по мышлению намеренности Дерчины. И у нас есть Ешо возможность учиться и преображаться в его образ. Потому что Дух Святой работает на нас, чтобы и Бог устроил так, чтобы мы стали больше похожи на Него, потому что плод Духа это на самом деле все эти качества это в Нем. И мы можем подниматься на уровне, на эти лестницы, на эти уровни, как бы показывать, научиться управлять нашей душой. Как управлять нашей душой? И мы прочитали в Галатах что такое плоть и что такое Дух. И вот если наша душа стремится к тому, что показывает плод Духа, тогда в нашей жизни что-то будет происходить и меняться. В нашей семье, в наших взаимоотношениях. И примеров в жизни очень много. Ну, я могу из своей жизни много примеров сказать. Вот, допустим, здесь уже в Израиле Амит Апеллиум. И в один момент я просто не выдержал того, что бабками на меня все время стала наезжать. Хотя вначале хвалило, о, мне никто так не убирал, никто так не мыл полы. И потом в какой-то момент я ей не угодил. И она стала меня просто затаптывать. Я вдруг не выдержал. Хотя, верующие, мы говорили о Боге, она, ой, как хорошо все такое. Вот. И даже она один раз приходила к нам. и тут она так встала мне, что я не выдержал, сорвался и повысил даже голос. И потом повернулся, отдал ключи и говорю, я пошел. И я ушел. Я поехал сразу в организацию, я говорю, я больше у вас не работаю. И все, я уже это самое. поэтому, видите, есть вещи, которые выходят из нас. А что выходит из нас? То, что есть внутри нас. Почему, говорят, от избытка сердца, говорят, устна? Вдруг я еду по дороге, кто-то подсек меня, и я там как вылил помои, хотя он все равно не слышит, кому ты говоришь. Можно спокойно дальше ехать, и мне как-то один брат сказал, что ты говоришь, что, бесом говоришь, что ли? Все равно он тебя не слышит. Я как-то поймал эту мысль, говорю, слушай, а на самом деле Господь как бы через него дал мне направление, что это ничего не изменит, как бы ты там не возмущался. Вот. Поэтому здесь начинается работа, мы сами, Господь помогает, чтобы мы вырабатывали этот плод духа. Что это плод духа? Мы знаем, что такое плод. У кого были сады или огороды, мы работали на земле, застучили рукава и копали, пололи, там, все делали, весной начинали, и когда мы получали плод? Только осенью. Проходило какое-то время, это труд, и поэтому Господь как бы говорит, плод духа, это вот как раз то, что ты должен трудиться, научиться любить, научиться радоваться. Я смотрю, как наши, даже иногда молодые семьи, я радуюсь за них, когда они говорят, мы семьей уезжаем, извините, мы в этот шаббат не будем, мы едем отдыхать. Я думаю, молодцы, они умеют радоваться, они умеют отдыхать. С Богом, с детьми, с мужем, с женой, всей семьей. Это же не говорит, что они каждый шаббат-то делают. Нет, но они приходят в момент, когда они чувствуют, что им надо куда-то вырваться, потому что в течение недели они не могут. И это радует, знаете, и мы должны учиться, научиться радоваться, научиться любить, научиться внутри, как бы держать мир внутри. Почему семьи в последнее время, мы смотрим, среди верующих, даже по статистике говорят, что среди верующих стало больше разводов, чем в мире. С чего это вдруг? Где-то упали, где-то сломались. И даже вот сегодня говорили по Якову, что он 20 лет он пахал, чтобы получить свою возлюбленную. Но работаем ли мы над тем, чтобы получить то, что Господь хочет в нас, это любовь, радость и мир. И даже в семье, в отношении, когда в семье какие-то нелады, от чего происходит взаимоотношения неправильные. Это среди верующих, хотя они 20 лет и 30 лет в Боге. Потому что живут для себя, эгоистично, как вот в этот раз рассказывал пастор из Японии, свидетельствовал о семье. Одна эгоистка, другая проститутка, третья еще кто. И вы знаете, я задумался на самом деле, думаю, как удивительно, что это были неверующие люди, но каким-то образом Бог начал работать в них для того, чтобы они изменились и вся семья пришла ко спасению. Хотя мы провозглашаем, спасешься ты и дом твой. Знаете, провозглашение это провозглашение. Но если нет действия, нет работы в этом, если ты не стараешься что-то сделать так, чтобы в доме была любовь и царил мир, а так кто-то, я даже просто элементарно скажу, вот у меня Лена очень любит порядок в доме. И иногда делает перестановки. А я привык, что вот эта вещь лежит вот здесь. И вдруг она мне нужна, я ее найти не могу. И я чувствую, внутри у меня начинают бурлить, и я вот думаю, ну сейчас я это, а потом я понимаю, что Господь, ну что это изменит? Я подскажу, Лен, пожалуйста, я тебя прошу, давай как-нибудь, ты скажи где-то, и в следующий раз, вот она мне нужна вот здесь. Она говорит, хорошо, ладно. И у нас как-то вот в этом происходит гладко. Мы пришли к тому, что у нас душа в душу. Но до этого у нас были процессы ой-ой-ой. Чуть ли не до кулачных боев. Кто-то сказал слово, а кто-то два, а потом последние три, и вот так по нарастающей. Но я думаю, что в этом? Потому что плоть прет так, что я вот прав, а ты не прав. Вот нужно вот так вот вешать белье, а не вот так. Но потом пришли, стали принимать друг друга такими, какими есть. Я не говорю Лене, допустим, не ору на нее, на то, что мне не нравится. Мы садимся, если раньше мы гадали, говорят, вот иногда жена говорит, может, вот ты должен чувствовать, что мне надо, что мне не надо. Я говорю, я когда-то подошел и говорю, значит, давай мы не будем гадать, кому что надо. Сели, поговорили, и мы начинаем говорить, что тебе нравится, что не нравится. Тебе не нравится, когда я вот так делаю? Окей, я буду стараться, чтобы не раздражать. И представляете, вот этот мир, когда мы друг к другу подходим таким образом в духе, с любовью, с миром, и тогда что-то происходит в наших семьях. Иногда люди верующие приходят, ну, в смысле, я встречал таких, которые пришли к Богу и начинают служить везде. Они вырвались, они на виду, они и там, и там, и в прославлении, и в каких-то служениях различных, везде. А дома бардак, разрушение. Потому что некогда, я же Богу служу. А на самом деле, ты идешь по плоти. Ты якобы пытаешься угодить Богу, а Богу это не нужно. И потом смотришь, вдруг болячки, износился человек. и думать, ну, почему у меня так? А потому что ты живешь неправильно, не по духу, ты даже у Бога не спрашиваешь и не советуешься с ним. А идешь так, как ты хочешь. И таких примеров можно куча и кучу. И в взаимоотношениях, когда взаимоотношения с друг другом. И даже здесь вообще иногда вдруг раз кто-то срывается и обижается на тебя. А ты думаешь, а что ты такого сделал? Мы должны сейчас миром резать. Не таскать себе вот этот груз. Вот сегодня будет преломление. Мы научиться должны прощать тех, кто когда-то тебе что-то сделал. Ну, было и было. Ладно. Сглупил парень. Сглупила сестра. Сказала так, что обидное что-то. А ведь у нас мы все прошли какие-то этапы в жизни. У нас столько ран. Столько предательств в нашей жизни у кого-то происходило. Кто-то говорит, да ты просто не представляешь, что у меня в жизни были. Я говорю, ну, представляю. Ну, каждый должен пройти свое. Бог сфер сил не дает. Ну, как научиться сдерживать, управлять, не гневаться, не раздражаться, не завидовать, не нести какие-то сплетни от друг друга. Мы должны научиться управлять дух, чтобы дух святой управлял нашей душой. Наш дух, в котором живет сейчас дух святой. Макс тут затронул тоже из-за молодежи. И вот меня иногда тоже беспокоит молодежь сегодня. Она все время в телефонах. Я думаю, как у них пальцы быстро работают. Блин. И я пока буквы, они уже 10. и думаю, почему они вот, они попали в это русло. Но как им помочь, чтобы они могли осознать, для чего они живут. И мы сейчас вот иногда молимся за своих детей, чтобы нашим дочерям попали с музея верующие. Или парням, чтобы Господь привел те, которые предназначены для них. А в основном уже молодежь вот хотят богатого, крутого, вот с такой машиной. Все плотское. Вот у нас желание у молодежи. Но мы для того и в семье стараемся помочь, чтобы наши дети, они живя в этом мире, как и мы, но двигались в правильном направлении. И Бог поэтому дал нам Писание. И мы учимся. Я очень многому начал учиться по псалмам Давида. Очень сильно. Она мне начала дала мне смелость говорить честно, открыто перед Богом. Не так, что на, Бог же все знает. Вот. и смотря в Писание, я просто смотрел, думаю, насколько Давид был удивительной личностью. Вот. Давайте. Я хочу все-таки открыть этот псалм, через который просто меня прорезал конкретно. это 41-й псалом. И 42-й они даже чуть-чуть похожи окончаниями. Вот. А с чего началось я как-то после ковида, и когда я с этим столкнулся, и я начал молиться, кричать сильно, ругаться даже с Богом. Потому что Бог любит открытость, Он любит честность. И вот как раз Давид вот такой был честный, искренний и смелый парень, который независимо от того, что происходило, он приходил к нему и говорил, вот давайте прочитаем. Как Лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Думаете, ему он говорит, как я желаю к тебе, там в радости что ли было? Нет, это был тот момент, когда были такие прессовки у него. И он говорит, вот как Лань бежит, вот так я хочу бежать к тебе. Зажжет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицом твоим Божиим. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? А как сегодня кому-то может быть говорили так, где твой Бог? Почему Он тебя не исцеляет? Почему у тебя вот такие проблемы в доме? Почему у тебя в жизни происходит так? Почему у тебя нет работы? Где твой Бог? И мне так же говорили? И меня это так цепляло, я начал говорить, Господь, ну почему у нас в жизни среди верующих такое происходит? Ну помоги нам как-то вырваться из этого плена, плоти, может быть, чтобы идти за тобой, чтобы вот то, что ты дал нам в дары Духа Святого, чтобы они начали проявляться, почему нет их в Израиле? Почему мы хотим, чтобы что-то произошло, что весь Израиль пришел ко спасению, а вроде бы ничего не происходит, как будто мы застопорились или забуксовали, как машина, знаете, в грязи, в колею попала какую-то и не может вылезти. Я говорю, Господь, ну что происходит? Почему я вот молюсь за людей, а не происходит исцеление? Вы знаете, как-то мне пришел Господь и говорит, а ты не нались, я тебя просил молиться, я тебе дал мое имя, используй его с властью. И когда я начал молиться с властью, все равно не происходит. Я говорю, Господь, да что такое? Я уже применяю твою власть. И как будто ощущение такое, что это может быть тебя веры не хватает? Может ты просто это на душевных амбициях, эмоциях вот так идешь и ничего не происходит? И недавно читали мы вселенные каждый вечер, когда ложимся спать, молимся и читаем. И вдруг я читаю, когда они спустились с горы преображения и там он исцелил этого эпилепсика и спрашивают отца, ты веришь, что я исцелю? Он говорит, верю, но помоги моему, не верю. А ученики говорят, а почему у нас этого не произошло? Он говорит, это потому, что веры у вас маловато. Вот если бы было у вас вера хоть горчичное зерно, и вдруг я понимаю, так что у них веры даже с горчичного зерна, что ли, не было? Что у них не происходили какие-то такие подобные вещи? Я говорю, Господь, ну дай нам такую веру, дай нам, чтобы вот этот страхи, комплексы, что у нас что-то не получится. Да просто, а Господь говорит, молись, просто приди, помолись за человека, возложи руки с именем моим. Получится, не получится, не придавай этому значения, но продолжай это делать. А мы боимся, а вдруг, а что подумает о нас? Иногда читаешь в псалмах, думаешь, а там вдруг Давид начинает проклинать. Я говорю, Господь, а здесь как быть? Он говорит, ну я же тебе учил, что ты даже любить врагов должен. То время было то время, а когда я пришел, я хочу научить вас, чтобы вы были Вадимом Духом Святым, который я дал вам в помощь. И Дух Святой будет напоминать вам, где, что и как. И вдруг я понимаю, что я должен не только любить врагов и благословлять, которые проклинают нас, а нас проклинают Ятле Ахим и еще другие какие-то организации. Но незаслуженное проклятие не сбудется, потому что Господь с нами. Независимо от того, что правильно мы живем или неправильно, но Бог хочет, чтобы мы научились двигаться в этом. Господь говорит в Луке 6 главе 45 стих, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». То есть, что в нашей душе, то на нашем языке. Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. И тут он рассказывает о том, как мы подобны. На камне мы строим дом или на песке? Из хороших кирпичей или из соломы или еще чего-нибудь. Иногда люди складывают из кирпичей, но щели такие оставляются, где любой злой дух может пролезть. А Господь говорит, вы храм Бога живого, вы эти камни строительные, которые плотно-плотно друг к другу, что никакая мышь не пролезет туда. Наш небесный отец он джертельмен, он нагло никогда не залезет. А вот сатан да. У него такая иерархия, что он знает, кому кого подослать. Естественно, сам сатана, мы иногда некоторые пытаются сатану гнать, да не трогайте его. Потому что сатан с вами даже и не будет рыпаться. Для него война была только с Хишо, когда Господь 40 дней был в пустыне. Поэтому не пошел никакой там бесенок какой-то, дух, а именно сам лидер их всех прошел с лидером того, кто создал небо и землю. Конечно, мы все несовершенны, я несовершенен, но мы стараемся найти ключи друг к другу. Господь, как ты Духом Святым показываешь все эти плоды, читая и смотреть на свою душу, а как что и как, как я должен, почему он говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, евреям 12 глава. Старайтесь, я стараюсь, я не говорю, что у меня все гладко получает, иногда бывает и срываюсь, но потом задумаюсь, потом прихожу каждый вечер, каждый день мы каемся вечером, просим прощения, потому что каждый день мы совершаем что-то неправильное. Мне иногда хочется сказать, чтобы каждый из нас мог задать себе вопрос, какое состояние твоей души сегодня, что тебе еще мешает твоей души сегодня. То есть надо проанализировать, загляни в свою душу, загляни в свое сердце. Почему люди входят в депрессию? Иногда я вхожу в депрессию, но не говорит о том, что теперь я должен оставить это и жить с этим. Почему в семьях разлады очень большие и потом доходят до развода? Потому что они не разобрались с этим. Как Писание говорит, не оставляйте до зари, разберитесь сегодня, ляжьте, поговорите, дети легли спать, пообщайтесь, раскройте душу друг к другу. Не вспоминайте то, что было тогда, как говорят, что начинают, а помнишь ты мне это, а помнишь ты, а помнишь это, как Писание говорит, взявшись за плуг, не озирайся вперед. Знаете, почему плуг? Потому что ты только повернешься, у тебя уже не будет ровная пахота. Ты заедешь на все те, которые ты когда-то бороздил и испортишь всю пахоту свою. Поэтому нужно сделать, Писание говорит, не оглядывайся назад, простирайся вперед. И мы стараемся, стараемся. И поэтому во всем вот в этих вещах есть какой-то определенный баланс. Я бы хотел бы, чтобы вы сами заглянули, где этот твой баланс? Где твоя душа приводит к негативу, а где наоборот как исцеляющая, чтобы исцелить другого человека? Потому что мы не рождены для самих себя. Поэтому Господь говорит, кто бережет свою душу, то он потеряет ее. Я сегодня живу просто для своей семьи. Не скажу сам для своих родных и близких, потому что не всегда мне можно с ними встретиться. Но сколько возможно стараюсь. Если возникает какой-то конфликт, попытаться как-то сгладить, сделать это все с миром. И мы сегодня учимся не косить в этот мир, и не стать как бы супер духовным. Я об этом балансе тоже говорю. А о том, чтобы на самом деле заглянуть в свою душу и разобраться. И поэтому задавай себе почаще такой вопрос. И смотря на Давида, как он тут кричал и говорил, хочу опять вернуться к этому и он говорил, что унываешь душа моя и что смущаешься уповая на Бога, ибо я буду славить Его Спасителя моего и Бога моего. Он говорил своей душе, иногда может быть тебе нужно поговорить со своей душой самим собой с Богом потом и поблагодарить Бога за Духа Святого, Который помогает тебе все там внутри изменить. Благодарны ли мы Богу? Как раз Дима говорил о благодарности. Даже кажется, вот все вокруг разрушилось, но ты остаешься благодарен. Господь, почему ты это допустил и чему ты хочешь меня научить через эту ситуацию? Но будь честным с Богом. Но все равно я скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я седу и хожу от оскорбления врага? Вы знаете, иногда даже в семьях мы чувствуем одиночество. Я говорю, когда-то было у меня, сегодня нет. А когда-то было, что даже в семье чувствовал одиночество. При том, что у меня дети, жена. Это тоже состояние души. Ну, и вот, видать, у Давида вот такое состояние было. Но он говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущайся, уповая на Бога, ибо я буду славить Его Спасителя моего и Бога моего. Тут еще вопрос, по плоти мы славим или прославляем? Или по духу? На самом деле, я радуюсь, когда пою и благодарю Бога. Потому что иногда смотришь, я вот прославление, иногда смотришь на зал, и вроде бы мы стараемся завести народ в поклонении, а смотришь, кто-то просто стоит как будто на концерте. И так неприятно в душу думать, ну, почему? Рожде он свыше, или просто он имеет знания о Боге? Что у него на уровне знаний, но не на уровне Духа? Что с его душой? Почему он так стоит? Значит, что-то еще не в порядке. Но когда ты с Богом, значит, на самом деле мы можем научиться делать праздники для души, радоваться вместе. Сколько дат таких? Вот мне нравится, когда христенки хитрукие, куда-то там, вот Макс, они вырываются, отдыхают с семьями. Просто по-человечески. Вы думаете, это не духовно? Духовно. Но у них мир. Когда мы сидим за трапезой, за столом, как вы думаете, это духовно или не духовно? Мы благодарим Бога, потому что Он все дал нам. Это духовно, не просто. А когда ты обижен на что-то, кто-то бежит в кухню, чтобы нажраться, успокоиться, когда депрессняк, или еще чем-то занимается, только бы отвлечься, как хобби, или садится за компьютером, начинает какие-то игры играть. Куда душа его обернулась? Он успокаивается не в Боге, а пытается успокоиться, заглушить чем-то. Кто-то наркотиками, кто-то алкоголем, кто-то еще чем-то. Но Он ясно говорит, что только в Боге успокаивается душа моя. Уповая на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителем моего и Бога моего. Павел говорит в Савликинском, все испытывайте, хорошего держитесь и удерживайтесь от всякого рода зла. И сам же Бог мир да осветит вас по всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего. Ишоа Мессии. Это как раз стихи, которые мы уже наверное вот как начали читать снова Тору вот в этом новом еврейском году уже Дима уже не раз подчеркивал этот философиаленкинцем. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего. Ишоа Мессии. Я молю тебя, Господь, чтобы на самом деле мы научились. Помоги нам двигаться не по плоти, а по духу. Помоги нам так, чтобы мы могли управлять духом то, что плоть пытается нас отвести в сторону, Господь. Я прошу тебя, Господь, как слово, то говорит, порабощай те дела плоти духом, чтобы могли справиться, чтобы могли бы двигаться в этом, Господь. Я прошу тебя, Господь, за наши семьи, чтобы в семьях мы научились управлять своими эмоциями и чувствами и поставили все это и в правильный порядок перед тобой, Господь, чтобы на самом деле в доме царил мир, понимание, Господь. И даже, когда мы воспитываем детей, независимо от того, что мы иногда немножко повышаем голос или одергиваем, чтобы это было от твоего духа и приносило пользу, а не ранило я Господь, чтобы мы на самом деле не унижали никого, ни жен, ни мужей, ни детей, что кто-то лучше, кто-то такой разгильдяй, а любили таких друг друга, как такими, какими и есть, воспринимали и помогли помочь друг другу измениться. Сами меняться и, как говорится, быть миром и солью. И помоги нам в этом, Отец. Во имя Иисуса я прошу Тебя, Господь, исцеления для нашей души, духа и тела. Я понимаю, когда мы с духом и когда наша душа в порядке, тогда и тело Твое в порядке. я прошу исцели нашу душу, дух, тело, чтобы мы могли бы на самом деле в эти времена сохраниться без пороков пришествия и шо. Быть готовым к встрече с Тобой, Господь. Я верю, что каждый из нас прорвется. во имя Иисуса.